Здравствуйте, туристы и милитаристы! По многочисленным просьбам я пытаюсь сейчас экспериментировать со звуком, поэтому если сейчас звук будет плавать, как-то уходить, приходить, то я заранее извиняюсь за это и что-то все-таки буду в этом направлении пытаться сделать. Итак, нож GoldenEye, перевод очень простой, золотой класс, и на самом деле стереотипы, стереотипы и еще раз стереотипы. Как только я вижу, слышу, читаю аббревиатуру, ну не аббревиатуру, а название GoldenEye, сразу, конечно же, у меня в голове звучит песня Тины Тернер, и я вспоминаю боевик о Джеймсе Бонде, 95-го года выпуска. Бонда играл Пирс Броснен в этом фильме, собственно говоря, именно этим названием. И как бы я ни пытался себе объяснить, что это просто вот именно из-за вот этого вот, так вот сделанного, обработанного отверстия, назван этот нож именно так, у меня все равно постоянно эта музыка, этот фильм всплывает в памяти. Стереотипы, никуда не деться. Так вот, на самом деле, перед вами такая нищеброд-эдишн этого ножа, такая версия для попроще. Стоит этот нож в магазине оружейном Baltic Fox 190 евро, и у них же, у ребят в Baltic Fox есть этот нож серии GoldenEye Elite в карбоне, и там, я не помню, я не помню по памяти, но что-то так хорошо за 200 у него цена. Поэтому, ну, я как-то именно попросил такую гуманитарку, скажем так, на обзор, чтобы иметь представление именно о самом простом исполнении этого ножа. Но при этом, конечно же, нож, материалы говорят сами за себя, нож не такой уж и простой, как хотелось бы казаться. Первое, что я вам хочу показать, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это клипсы этого ножа. Наверное, вы заметили, что я в последнее время очень так горячо ругаю Benchmade, ругаю Cold Steel за безликие или даже уродские, или даже совершенно какие-то ужасные клипсы и так далее, и так далее. Подобную клипсу я покритиковал на шикарнейшем, великолепнейшем ноже Frenzy совсем недавно. Ну, вот вам разница. Клипсы-то одинаковые, правильно? А смотрятся совершенно по-разному. Вот. Клипсы золотого цвета смотрятся гораздо интереснее, гораздо богаче. То есть, на самом деле, не так всё сложно. Чуть-чуть включить фантазию, и уже совершенно по-другому всё заиграют. Другими, как говорится, красками. Общая длина ножа 213 мм, длина клинка 89 мм, толщина клинка 3,5 мм. Я смотрю, что 3,5 мм, это уже такое, наверное, они нашли для себя золотое сечение. Не первый нож Cold Steel с этой толщиной клинка. Вес ножа 113 грамм, рукоять G10, и на клинке стоит, ни много ни мало, CPM S35VN. То есть, Cold Steel за последние, не сказать, не соврать, по-моему, 2 или 3 года повернулся лицом к тем, кто постоянно плакал на тему того, что нас не устраивает восьмёрка, нас не устраивает сталь АУС-8. Это всё неинтересно. Подавайте нам порошки, подавайте нам какие-то элитные стали, и тогда мы будем всё это покупать. Ха-ха-ха. Если раньше, дорогие друзья, вас не устраивали, ну это я обращаюсь именно вот к тем людям. Если раньше, дорогие друзья, вас не устраивала восьмёрка на клинке, потому что она, видите ли, была скучная, она была безликая, она не держала долго заточку, то сейчас, я рискну предположить, очень мало кого устраивают цены на ножи Cold Steel вот в этих вот хороших сталях. Но, опять же, надо признать, что как только поменяли стали, как только выросли цены, ощутимо выросло качество сборки. Вот я это вижу, я действительно могу сравнивать именно в пользу нынешней сборки, нынешних новых ножей Cold Steel по сравнению с прошлыми. Как-то всё-таки немножко они стали это дело получше отслеживать. Итак, сам по себе нож очень интересный. Он не взрывает мозг, как какие-то такие Cold Steel-овские именно супер-монстры, или мега-такие перекаченные ножи, или какие-то такие, действительно, ну скажем, такие броски. В этом ноже, согласитесь, есть нечто спаевское. Не только в самом вот этом вот спайдер-холле, который, вот мне интересно, тоже вот такой момент. Я знаю, что за спайдер-холл все платят компании спайдер-холле деньги. За каждую просверленную в клинке дырку, так как это запатентованная вещь, кроме, конечно, китайцев, все платят. Но вот интересно, то, что Cold Steel сделал сейчас вот с этим спайдер-холлом, запатентовали ли они это как своё изобретение? То есть будут у них споры какие-то, или они так и сделали, просто оформили спайдер-холл в своём как бы стиле и продолжают платить. Так вот, мне этот нож напоминает спайдер-холлом, даже не спайдер-холлом, а вот каким-то именно общим силуэтом. Вот согласитесь, вот что-то такое, что-то такое неуловимое, что-то такое есть. В том числе и в этой дурацкой клипсе, которая всё-таки красивее, чем на Фрэнзе, именно потому что она золотая. Итак, рукоять. Рукоять у нас имеет накладки из G10, хорошего, качественного, наждачного такого вот покрытия. Текстура очень-очень цепкая. Она не глубокая, но она очень мелкая и невероятно злая. Палец, который встаёт вот сюда на накладку, никуда не двигается вообще. Он реально намертво встаёт, залипает. Единственный недостаток этой текстуры заключается в том, что она об карманы подсотрётся. Крути-не крути, это случится. То есть и Милитари, и тот же самый Рекон, который... Рекон это вообще как крупный наждак. По-любому, через какое-то время они стираются, никуда не денешься. Не знаю, наверное... Нет, не получается вот у меня передать такой тёмно-зелёный, хороший, насыщенный цвет рукояти. На самом деле цветовые решения вот этих вот, от этого золотого глаза, золотой клипсы и тёмно-зелёной рукояти, это просто шикарнейшее решение. Других цветовых исполнений этого ножа нет и не должно быть и не нужно, потому что это действительно очень красиво. Сама по себе рукоять, ну, нереально удобная. Я не знаю. Вот у меня крупная рука, все знают. Ну, такая среднекрупная, скажем так. Таким, скажем, полуфехтовальным хватом нож встаёт намертво. Каждый палец встаёт так, как надо, куда ему надо. Я изо всех сил сжимаю руку. Вот, может быть, здесь чуть-чуть всё-таки не помещается вот средний палец, но это совершенно как-то вот всё равно гармонично. Вот по-любому. Вот, ну, нет какого-то намятия, нет каких-то вот таких вот дискомфорта. Просто суперский. Молоточным хватом берём. Ну, слегка отпечаталась у нас клипса. И, собственно говоря, всё. То есть, по большому счёту, очень удобный, очень удобный хват. Вот этот вот горб рукояти, он грамотно упирается в центр ладони. Обратный хват шикарнейший. Обратный хват просто изумительный. Изумительный, как говорит Паша Норберг. То есть, рукоять в меру анатомичная и очень эргономичная. Очень эргономичная. Вот эта насечка на плашках, это очередная колстиловская, ничего не значащая насечка. Но это неважно, потому что хорошая такая подпальцевая выемка, переходящая в подпальцевый упор, текстура и грамотные вот эти линии, горбик, выпилы под каждый палец, они просто делают своё дело все вместе. Нож крайне безопасен, нож крайне удобен в плане рукояти. Про клипсу я уже сказал, что она, конечно же, безлика и скучна, но гораздо прикольнее выглядит, чем белая такая же клипса на Френзи. Клипсы у нас в клипсе, скажем так, есть отверстие для темляка, хорошего, приличного размера, в отличие от многих моделей колстил, там, где невозможно абсолютно никак это обработать, вернее, никак нельзя пропихнуть, скажем так, пятый паракорд и клипса, переставляемая под левую руку, только в режиме типап. Что-то мне подсказывает, что вот этим выпилом можно открывать будет пиво, при желании. Нож у нас хорошо отцентрован. По центру посмотрите, какой мощный кончик. Вот сразу обратите внимание, когда будем говорить о клинке, насколько мощный кончик, просто суперский. Очень удобная, красивая рукоять, в немного, как я уже сказал, спаевском стиле. Коромысло триадлока у нас выпирает, но я не представляю, он настолько тугой, настолько сильный, я не представляю себе какой-то ситуации, при которой у вас будет самопроизвольное какое-то нажатие. Про замок триадлок можно говорить очень долго, но совсем недавно, конкретно на моем канале, мы убедились в прочности замка триадлок, когда складным ножом складным ножом Раджа-2 я порубил и побатонил. Я вам, ребята, даю честное слово, там даже микро-намека на микро-люфт не появилось. Нож реально как фиксит. Здесь такая же история. То есть, триадлок при всем том, что многие утверждают, что там Аксис лучше, Аксис надежнее, пятое-десятое, я еще не видел ни разу какого-то реального фейла с триадлоком. Ну и тем более, ни одного ножа в моих руках с триадлоком не было, чтобы он люфтил или как-то себя плохо повел. То же самое здесь. Давайте все-таки обратим внимание на это чудо глазное отверстие. Именно, судя по всему, из-за этого нож получил название Golden Eye, и это очень прикольно, поверьте мне. То есть, наш Spider Hole, наше отверстие для открытия ножа обработано такой вот трубочкой, в которой высечены таким вот образом ступеньки, они сделаны таким образом, что именно под движение большого пальца идет упор вот в эти ступеньки. Таким образом у нас получается симбиоз шпенька и Spider Hole, отверстие для клинка. Нож открывается крайне, крайне удобно и очень надежно. Нет никакой силы, которая заставит палец соскочить с этих вот именно носичек. Просто супер, просто браво. Вот казалось бы, всегда думаешь, ничего невозможно придумать нового. Можно. Вот оно и придумано. Никуда не делось. Вогнутые спуски от середины клинка, плейновая у нас кромочка, плейновая заточка и есть Tantoid. Но Tantoid есть только в обычной версии, потому что Elite только вот в таком вот дроп-пойнте. Симпатичный сатинчик, надпись Golden Eye, и мне кажется, если мне опять же не изменяет память, то Golden Eye надпись выполнена именно в том самом Джеймсом, Джеймсом в бондовском стиле, то есть скорее всего ноги растут оттуда. И Costil Taiwan S35VN очень ярко выраженный дроп у нас, прям нож можно назвать в каком-то смысле горбоносым, по всему практически обуху идет фальш-лезвие, оно выглядит красиво, вообще нож такой вот, ну, вот необычный немножко, не колстиловского такого вот дизайна, все-таки что-то, что-то где-то они там подглядели у кого-то. И очень удобный вот этот вот подъем обуха, который является по сути своей упором для большого пальца. Просто шикарно, просто суперски. Очень удобно, очень надежно, очень комфортно, мощнейший кончик. И как резюме я могу сказать, что у нас перед нами нож, который выглядит, ну, слегка выпендрежно, что уж там скрывать, за счет своего вот этого золотого глаза, золотой клипсы, сочетания цветов, вот этой вот всех общих контуров, то есть он как бы на свои деньги, он по-любому выглядит, но при этом это надежнейший за счет хорошего замка инструмент, это прикольная сталь, это прикольная геометрия, то есть и как и DC, и даже, чем черт не шутит, в каком-то смысле это как и тактический нож, он себя оправдает на сто процентов. Дело вкуса, дело вкуса, я вот, если я говорил за тот же самый Френзи, не удержусь, открой его, если я говорил за тот же самый Френзи, что несмотря на свою не совсем EDC пригодность, больше скажем, даже скорее EDC непригодность, этот нож будут покупать просто тоннами. Почему? Потому что из него реально прет харизма. То GoldenEye я такого вот, скажем так, безапелляционно я так заявлять не буду. Это хороший толковый нож, грамотный, если бы он стоил немного дешевле, то наверное его бы как-то бодрее продавали. Здесь все-таки у него такая аудитория довольно скажем, на мой взгляд будет ну ограниченная вот правильно слово подобрал ограниченная аудитория будет этого ножа. Почему? Потому что это будут именно любители таких вот спаевско-бенчевских скажем так очертаний, которым нужна надежность триадлока но как правило люди от компании Cold Steel ждут другого они ждут адреналина они ждут эмоций этот нож дает положительные эмоции но не в тех количествах которых обычно Cold Steel заряжает своих клиентов вот такое мое мнение очень интересно будет посмотреть потому что если продажи будут тухлые то этот нож через пару тройку лет свернут а если продажи будут грамотные то они скорее всего сделают какое-то еще расширение линейки какие-то другие вариации моменты будем посмотреть сам по себе нож мне будет искренне жаль если он не найдет толп своих почитателей потому что и решение прикольное и нож сам по себе очень очень замечательный спасибо за просмотр всего доброго спасибо